всем привет ребят с вами канал руку сегодняшний ролик будет посвящен изготовлению печки будем делать с вами очередную печку из консервных банок для обогрева палатки в общем для печки нам понадобится две вот таких консервных банки из них мы сейчас будем делать печку также помимо банок нам понадобится проволока ну еще ряд некоторых прибуд так что смотрим не переключаемся итак наш рабочая зона сейчас будем делать печку две банки шила нам понадобится чтобы отверстие проколоть болты гайки шарнир проволока ручку будем делать чтобы подвешивать нашу печку и так начинаем в общем две банки из-под ананасов можно взять можно любые другие чем больше тем лучше в общем сейчас берем две банки проделаем пробиваем отверстие и прикручиваем шарнир чтобы наши банки открывались смотрим делаем по шву так как так так а так 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 отверстия видите банки сейчас будем соединять их банки между собой хорошо стыкуются вот таких четыре отверстия теперь будем крепить это на шарнир маленький шарнир закрепим гайки так можно внутрь можно изнутри сделать болты взять покороче у меня такие делается легко быстро и минимум материала вторая банка прием по высоте вот 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 отлично печка в общем ребят если вы не делали такую приходите на рыбалку да и в принципе не только на зимнюю рыбалку осенью для обогрева палатки печка даже вполне достойная можно на щепках ее разогреть можно вот такое спиртовая горелка ролик на изготовление подобное либо данной спиртовой горелки будет вот здесь вверху подсказка делали мы спиртовую горелку из банок от попси колы заливаем внутрь спирт поджигаем поставим спиртовую горелку печку вот так наливаем немного спирта поджигаем печка разогревается закрываем все сейчас мы соберем я вам все покажу отрегулирую так сейчас он болтает регулирую чтобы она правильно закрывалась видим открывается закрывается все плотно все четко дальше что мы будем делать теперь нужно нам посмотрите вот здесь примерно 23 сантиметра по кругу банки снизу и сверху пробить отверстие для вентиляции для поддува здесь соответственно мы сделаем крючок пробиваем отверстие итак видим ребят пробили отверстие так называемым поддувало чтобы кислород поступал чтобы не задыхалась наш генератор который будет гореть дальше что нам нужно сделать дальше будем делать ручку чтобы подвешивать ее можно было под потолок в палатку ну либо переносить удобно было потому что если она будет горячая и вам нужно будет с ней перейти перенести куда-то нужно ручка сейчас из вот такой проволоки будем делать рукоятку проволока мягкая вязальная делаем рукоятку смотрим так сделали в общем помощью плаксогубцев загнули концы края вот такую ручку заранее пробил здесь уже данное отверстие под ручку вставляем все ручка готова дальше нужно нам сделать замок ребят вот здесь замок наверное мы сейчас с вами сделаем потому что когда будем подвешивать печку чтобы она не раскрывалась фиксировалась смотрим как мы это будем реализовать вот такая печка получается на данной печке вполне можно даже кипятить чай в кружке ну или разогреть консерву продолжаем итак смотрите ребят как я реализовал запорный механизм так смотрите пробил два отверстия поставил болты на десять сделал такой крючок из вязальной проволоки который остался у меня от ручки и сделал вот такой крючок видите раз и все печка держится в общем вот такая печка все легко и просто две консервные банки шарнир шесть болтов шесть гаек на десять вязальная проволока шило для пробития отверстий больше ничего не надо и немного времени как то так испытания банки смотрите в следующем ролике в общем вот так выглядит моя походная кружка на данной печке вот такая получилась у нас сегодня печка видим запорный механизм отверстия поддувала можно вполне даже кипятить чай ручка и шарниры которые скрепляют две наши банки спиртовая горелка в одном из роликов вы ее уже видели в общем ролик будем заканчивать вот такую печку из двух консервных банок я вам показал как сделать для обогрева палатки минимум материалов 10 минут времени ваша усидчивость требуется чтобы сделать вот такую печку если вы не выводите на зимнюю рыбалку банка вполне подойдет в осенне либо где-то в горной местности либо возле водоема ночью довольно прохладно сделали вот такую печку и можно спать комфортно источник тепла парафиновая свечка ребят парафиновая свечка можно использовать но ввиду того что температура внутри печки будет высокая свечка будет сильно плавиться можно использовать как подсказка вот здесь будет сейчас сверху спиртовую горелку поставили подожгли закрыли либо на полу оставили либо подвешили под потолок палатки вот так в общем ролик на этом будем заканчивать ребят если ролик был полезен ставим лайки внизу под видео обязательно пишите ваши комментарии все комментарии я читаю ваше мнение для меня очень важно все всем пока до новых встреч на просторах интернета в общем вот такой чехол я использую для перевода в районе печки обычная верхом поклонка видите и подожди вставляю вот так вставляю прямо вот так входит вот такой чехол карман можно вставить спички кидаем в рюкзак либо в багажник нашего автомобиля ставим лайки либо дизлайки